Отборочный этап серии Гран-при 2011 года, судя по заявочному листу, обещал стать, если не интереснее, внутрироссийских турниров, то уж разнообразнее точно. Ведь собирались приехать гонщики из Дании, Германии, Швеции, Финляндии, Украины, Польши и, конечно, России. И большинство добралось, но 6 из 18 спортсменов до Тольятти не доехали. И организаторы им на замену выставили россиян. Власов, Даркин, Бесчастнов, Ивановый из Мегалады, Денис Сайфудинов из СК Турбина и Ренат Гафуров из Востока. Поехали! Итак, Данстар, дорогие друзья, спортсмены устремляются на первый вираж. Роман Иванов сейчас пока замыкает тройку участников, включается борьбу за вторую позицию. И тем не менее, Адриан Медзинский сейчас идет по треку вторых. Первый заезд Денис Гизатуллин оставляет позади соперников, но Адриан Медзинский не сдается, продолжает атаковать россиянина, но безуспешно. Денис, казалось бы, способен войти в пятерку гонщиков, которые попадают в финал турнира. Но во второй серии у него проблемы с мотоциклом. По некоторым данным, мотор вышел из строя. А ведь он шел первым. Денис Гизатуллин сейчас захватывает лидерство, и его преследует Томаш Гопинский. Спортсмен из Польши. Но не так-то просто справится с россиянином, тем более, что на пятки наступает никто иной, как Семен Власов. И что мы видим, дорогие друзья? Томаш Гопинский становится лидером заезда. В следующем заезде у Дениса четвертая позиция. Даже довольно успешное выступление под занавес гонки не позволило ему набрать необходимое количество очков. Не все получалось и у Гафурова. А ведь он год назад на этом треке стал чемпионом Европы. А вот у украинца Андрея Карпова напротив все шло стабильно. Однако в последнем своем заезде он допустил ошибку и был исключен. Довольно ровно выступали братья Лагуты. Григорий в итоговом протоколе занял вторую строчку, Артем – пятую. Отлично показали себя поляки Януш Колодзей, Андриан Мендзинский, Томаш Гопинский. Все они прошли полуфинал, правда, Мендзинский в качестве запасного. 3 июля в Польше и Италии прошли еще два полуфинала. В них принимали участие Роман Поважный и Андрей Кудряшов. Балаковскому юниору удалось занять лишь 12-ю строчку, а вот по-важному – шестую. Он запасной, а значит, есть шанс попасть в финальную серию отбора Гран-при. В качестве постскриптума немного размышлений. Полуфинал в Тольятти вызвал довольно противоречивые чувства. С одной стороны, раз это все-таки отбор Гран-при, то уровень соревнования должен быть на высоте. Но горячая бескомпромиссная борьба была не в каждом и даже не в большинстве заездов. С другой стороны, хорошо, что он получился именно таким. Если бы приехали все заявленные спортсмены, то это бы не значило, что гонка будет ярче и напряженнее. Посудите сами. Присутствие на треке, к примеру, датчанина Матса Корнелиусона, наверняка не добавило бы турниру драматичности и накала. Вспомним его, мягко говоря, скромные выступления в финале чемпионата Европы в августе прошлого года. Он тогда набрал всего 4 очка. То же самое можно сказать и про представителя Латвии Евгения Каравацкого. Он на полуфинал приехал, но также, как и год назад на этом треке, не показал достойного результата. Кстати, чуть выше мы говорили о том, что Ренат Гафуров в том самом финале чемпионата Европы стал победителем. Гонка прошла также на треке в Тольятти, но в этом сезоне у Рената не все получается не только на этой дорожке, но и, к примеру, на стадионе в Балакове. Он не прошел в полуфинальную стадию отбора гран-при из четверть финального этапа в датском Фьелстеде, но 3 июля ему был дан шанс. Он заменил Дэвидсона из Швеции, однако у Рената снова неудача. В Тольяттинский полуфинал попали многие гонщики из тех, которые прошли предыдущий отбор 12 июня. Он состоялся в Балакове. Братья Лагуты, Андрей Карпов, Денис Гезатулин. И просто замечательно, что двое россиян, Артем и Григорий Лагуты, прошли дальше. Сегодня в рамках нашей программы мы предлагаем вашему вниманию заезды сразу из трех гонок, о которых речь шла чуть выше. Это будут, разумеется, старты прошедшего 3 июля полуфинала, заезды из Балаковского четвертьфинала и старты финала чемпионата Европы 2009 года, чтобы еще раз вспомнить, как тогда выступали нынешние участники полуфинального отбора серии Гран-при 2011 года.